Давайте скажем славу нашему Господу Иисусу Христу. И мы с вами пропели этот чудный псалом о нашем Господе, об Иисусе Христе, сколько у Него есть имен и чудный, и дивный, и славный, и всемогущий. И мы к этому тоже можем только присоединиться ко всему и нашими сердцами, потому что то, что Господь сделал в нашей жизни, это действительно большое чудо для нас с вами. И многие люди, они не знают Господа, и вроде бы, может быть, ходят где-то возле дома молитвы, но у них даже нет, может, и мысли такой, зайти сюда, прославить Господа, как-то, может быть, воздать Ему славу. Но мы с вами, однажды уверовав, доверив свою жизнь Господу, идем по этому пути, ну и стараемся и не жалеть. Бывает, конечно, и трудные ситуации в жизни, но мы все это с вами преодолеваем силой возлюбившего нас, силой нашего Господа Иисуса Христа, благодарность Ему за это, что нас не оставляет. И сегодня у нас особенное служение, воскресное, особенно потому, что сегодня воскресенье, воскресный день, Церковь Иисуса Христа собралась на этом месте, чтобы принести эту жертву хвалы для Господа. И для меня особенно, когда я читаю Слово Божие, особенно так, вы знаете, касается те ситуации в жизни людей, когда Иисус, приходя в жизнь какого-нибудь человека, может быть, отдельного, и Он изменял эту жизнь, можно вспоминать о Закхее, можно вспоминать о других людях, которых Господь воскрешал, исцелял, в жизнь Давы пришел, воскресил ее Сына, и вот об одной такой встрече одного человека с Господом я бы хотел сейчас прочитать перед нашей молитвой. Это книга «Деяния апостолов», 3 глава, с 1 стиха. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9, и был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милости не у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас», и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, «И вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачивая, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога». И вот такая история открывается перед нами на страницах священного слова. И мы с вами понимаем, что Иисус Христос, Он и сегодня такой же, Он живой. И Он, как пришел в жизнь этого человека, который, сидя у ворот, может быть, этого храма, и Он уже настолько свыкся своей ролью, ролью храмого человека, который даже ходить не мог. Ну, я так смотрю, его написано «на силе». Он, получается, даже ходить не мог. Ну, это не такой храмой был, который там на одну ногу припадал. А, судя по всему, он ходить даже не мог. И вот этот человек, его день начинался с того, что его приносили к этому храму. И он, сидя там, смотря на людей, и ожидал что-то получить от них. Денежку какую-нибудь там, написано, вот серебро, может быть, золото. Я думаю, верх его желания – это было, чтобы кто-то кинул, ну, денежку побольше. Может быть, золотую там или серебряную, ну, какую-то необычную, немедную. Это был верх его желаний. Но мы с вами видим, что когда Иисус Христос в лице своих учеников, апостолов, пришел в жизнь этого человека, для него все изменилось. И он увидел в глазах этих апостолов, он увидел жизнь. Потому что там, где Иисус Христос, там жизнь. Там все меняется. Там текут реки воды живой. Сегодня Иисус Христос пришел на это место. Сегодня на этом месте открывается для нас с вами жизнь. В крови Иисуса Христа, в его жертве. Это жизнь. Жизнь, которая сегодня действует в наших сердцах. Когда мы с вами смотрим друг на друга, эта жизнь Иисуса Христа в нас действует. Потому что мы с вами воскресли со Христом. Мы сегодня с вами спасенные. И мы этому радуемся с вами. Мы сейчас будем с вами благодарить за это Господа. Вот как этот человек, который встретился с Иисусом Христом и получил исцеление, написано, что он радовался. Он, написано, ходил и хвалил Господа. И скакал там, может, в этом храме. Мы не будем сегодня с вами скакать на этом месте. Но мы сегодня будем с вами от сердца благодарить Господа. Мы будем сегодня от сердца сегодня прославлять Его. Потому что Господь ищет таких поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. И если, может быть, сегодня мы с вами, как этот человек, который, сидя у этого храма, может быть, настолько уже свыкся со своей ролью или со своим, может быть, каким-то положением таким вот. Сегодня Господь хочет каждому из нас помочь. Если, может быть, мы находимся в какой-то ситуации сложной, трудной, не видим выхода. В Иисусе Христе всегда есть выход. Но нужно посмотреть глазами веры на Него. И Иисус Христос, Он откроет свои источники. Он поможет каждому из нас, истинному человеку, который откроет свое сердце пред Ним, вас зовет к Нему, и Он обязательно ответит. Будем молиться, благодарить Господа, искать Его лица и благословение на это служение. Аминь.